Всем привет! И сегодня не совсем обычный джейсинг, по той причине, что мне пришла в голову идея прокомментировать высказывания некоторых товарищей относительно Японии. Ну я давно хотел сделать видео по типу ответы на вопросы, но поскольку вопросов никогда ни от кого не поступало, то мне пришлось придумать какие-то вопросы извне. И в принципе это видео, о котором я буду рассказывать, оно достаточно хорошо для этого подходит, поскольку там очень много заблуждений и непонимания того, как это работает на самом деле. И сразу хочу сказать, что я никого не обсираю, я оставляю право господина Вараманова высказываться и думать как ему угодно, относительно Японии, это исключительно его проблемы. Я просто хочу указать на то, что на те непонимания его моментов, которые происходили на самом деле, моменты, когда он рассказывал о том, что вот в Японии плохо, вот это вот все, вот это неправильно и так далее. Вообще, конечно, достаточно забавно было смотреть, как он лихо комментировал направо и налево, не живя никогда в стране, даже по-японски не зная ни слова, возможно. И, собственно, именно из-за этого все проблемы происходили. Ну не все, многие, скажем так. Да, я сразу предупреждаю тех, кто вдруг попал в это видео по ссылкам, которые вам YouTube продолжил в рекомендованных. Извините, но как бы это ваши проблемы. Я не хотел, чтобы вы туда попадали, вы точнее попадали в это видео. Так что вы можете там срать в комментариях, мне в принципе без разницы. В том смысле, что я их все равно как бы близко к сердцу не принимаю, поэтому можете как угодно высказываться. И поедем, да. Я не буду давать никаких отрывков из видео господина Варламова и не буду давать ссылки на его видео, поэтому те, кто хотят, могут сами посмотреть и найти в YouTube по запросу Tokyo, почему я ненавижу Японию. Я просто буду говорить тайм-код и, значит, что там происходит на самом деле. Вот, значит, 30 секунд. Он говорит о том, что в Японии очень чисто, при этом показывает улицу, на которой разбросаны банки в пакете. И причем на этом фоне явно видно, как, значит, дворник, ну или мусорщик что-то убирает. Надо понимать, что, во-первых, везде существуют люди, которые как бы плюют на общественные права и мораль. Я не защищаю при этом. Японцев хочу это отдельно отменить. И второй момент. Значит, система выбрасывания мусора, и мы к этому еще много раз вернемся в этом видео, она сделана таким образом, что вот в данном конкретном случае, я опять же не хочу никого защищать, я просто предполагаю, что могу произойти на самом деле. Когда люди выбрасывают мусор, его выбрасывают не в контейнер, его выбрасывают в специально оборудованы для этого места, где его потом собирают. Так вот, между периодом, когда его выбрасывают, и между периодом, когда его забирают, может пройти время, несколько часов. Я могу предположить, не факт, что если это именно произошло, что вороны, коих в Японии очень большое количество, и они очень наглые, могли просто растащить это мероприятие, и в итоге образовался мусор, который там видно на видео. Значит, относительно сырняков, и заросла клумба. Ну, господин Вагамов, ну видно же, что это здание не используется давно, оно закрыто. Ну вот там на заднем фоне явно закрытые, как это, жалючи, как называется, которые закрывают двери. Ну вот, ну вот, просто нашел, где придраться, к чему. Ну то есть, это здание, оно не находится в операционном управлении у кого-либо. То есть, это здание, оно в данный момент вообще не работает, оно не обслуживается никем. Поэтому, естественно, там сросли сорняками все. Ну, а чё, в России что-то не срастает сорняками, я не понимаю. Собственно, не удивительно, что там никто не убирается, хотя об этом тоже несколько ниже. Листву на таймкоде 1.10 никто не убирает. Почему? Потому что это нормальная ситуация. Это, если бы господин Вагамов прошел в парк Уэну, к озеру парк Уэну, он бы, по поводу программы, охерел от того, какое это болото. Почему так делается? Потому что это не от лени. Это делается потому, что это натуральная природа. Вот с этой точки зрения. Здесь, и как бы, я понимаю, что это выглядит очень плохо. И в целом, я не знаю, это место, в котором он находится, не был. Мне его сложно как бы... То есть, я так поздравляю, что это рядом с тем же зданием. То есть, если место не находится в управлении у кого-то, и оно не обслуживается людьми, естественно, там все зарастает и замусоривается. Но, опять же, я хочу подчинуть, что это не считается чем-то плохим. То есть, это просто, это нормальное проявление сезонности природы. Это неплохо, что там никто не убирает. Это просто обычно. Да, опять же, еще один момент. Когда, дробь, если это общественное пространство находилось в ведении и на обслуживании, то есть, часто делается как? Строится какой-то комплекс, бизнес-центр, например, и вот то пространство, которое находится рядом, оно является дополнением к этому. То есть, его... Вообще, сам факт его наличия, его появления, за него надо благодарить ту контуру, которую здание построил и содержит. Если здание не обслуживается и не содержится никем, то общественное пространство тоже не будет никем обслуживаться и содерживаться. Ну, то есть, пустыри в России же, как бы, они, конечно, удручающие, да, но почему они пустыри? Это же никого не удивляет. Вот, по запрету на двух минутах. Надо понимать, вот опять же, надо понимать, что написано на этих табличках. Приведительно к велосипеду написано. Нельзя парковать велосипеды в парке. Нельзя этого делать. Нельзя по поводу фотографирования. Фотографировать можно. Фотографировать, как это, в общем, без уведомления фотографируемого нельзя. То есть, там смысл в том, что запрещено, скрытая фотосъемка запрещена. Там фотографировать можно, скрытая фотосъемка запрещена, потому что это будет создавать неудобства тем, кто в этом парке отдыхает, собственно. Да, по поводу того, что курить нельзя. В общем, курить можно, только в местах предназначенных для курения. В остальных местах курить нельзя, поэтому там запрет стоит. Ну, по поводу, как бы, мусора, собак и скейта, там действительно написано, что нельзя мусорить. Хотя, опять же, в строчке для таблички с запретом на мусорение, там написано, что выбрасывайте мусор только в предназначенном для этого месте. То есть, просто правила поведения в парке вполне, по-моему, приличные для любого нормального человека. Почему они сделали, что там все запрет? Ну, потому что так более стандартно выглядит, более красиво, я так понимаю. Значит, относительно того, что, значит, злодей крупногабаритный мусор наклейку не повесил, он не должен был ввесить наклейку на этот мусор. Он выбросил эту коробку как картон, а не как крупногабаритный мусор. Эту коробку заберут как картон, на нее не надо вешать никакую наклейку. Никто никаким преступником не является. Все нормально. Зонтик там лежит, потому что этот зонтик выбросили туда, как, значит, мелкие металлические предметы, о которых он потом будет дальше говорить в видео, собственно говоря, по поводу сортировки мусора. Это те самые мелкие металлические предметы, они здесь лежат. Видимо, в этом месте, в Минату-Ку, где он снимает, в Токио, таким образом этот мусор собирается. Никакого криминала или ничего плохого конкретно в этом эпизоде на 2.16 нет. Огромные по японским меркам свалки в районе 2.40. Опять же, мне сложно судить потом какое-то место, но проблема, значит, встречается в следующем. Часто, особенно в Токио, на оживленных улицах, место для сбора мусора, которое определено по факту для людей, которые живут в этом месте, находится на оживленной стороне улицы, где много людей ходит. И табличка «не мусорить», там, к сожалению, это не указано, но часто, табличка «не мусорить» означает то, что нельзя складывать туда мусор людям посторонним, которые в этом месте не живут и за вывоз мусора не платят. К какому принципу это можно понять? Видно отчетливо, что в том месте лежат мусор в мешках упакованный. Это очень просто понять. Там лежит мусор в мешках. То есть, те люди, которые там живут, которые могут в этом месте выбрасывать мусор для того, чтобы его потом забрали, мусор там выбрасывают. Но поскольку там народу ходит много, люди, которые там ходят, они не знают о том, что это такое, что это не свалка, что это место, в которое выносят мусор для вывоза. И они туда, значит, свои все стаканчики и так далее выбрасывают. Вот против этого, там, если табличка «не мусорить», там нельзя, там можно складывать мусор только тем, кому там можно складывать мусор, кто там живет. Остальным нельзя. Но поскольку, опять же, народ не знает, там происходит свалка. Это плохо. Да, безусловно. Но это не вина японцев. Это вина тех, кто не знает, как это работает. Ну, по поводу того, что японцы любят заворачивать 10 стратегов упаковки, у меня есть видео по поводу того, как японцы упаковывают. Есть, на самом деле, несколько моментов имеется. Первый из которых, это то, что действительно, да, это культура такая. Люди любят прямо упаковывать. Любят упаковывать, любят распаковывать. Это эстетическая часть. Но также имеется и сугубо практическая часть. Проблема в том, что Япония, как бы, страна, ну, такая, теплая, будем говорить так, да. И если вы оставите неупакованный товар, ну, там, не знаю, хлеб, печенье, да, дома у себя, то существует крайне высокая вероятность, что через некоторое время там разведется кто-нибудь, который вы не хотите, чтобы там развелся. Поэтому так сильно распространена индивидуальная упаковка конкретно каждого там, каждой печеньки и вот это всё. Опять же, я не защищаю японцев, потому что это действительно, как-то, wasteful. То есть крайне непрактично. И в целом меня, как нормального адвокатного человека, количество мусора, генерируемого подобной упаковкой, бесит. Это очень неправильный подход. Но смысл в этом имеется, по крайней мере, с точки зрения японцев. По поводу мусора, сбора мусора вендинг автоматами, ну, да, в целом всё было правильно сказано. С той разницей, что, как бы, каждый раз, когда человек приезжает заправлять автомат новыми напитками, он забирает свой мусор, обслуживающий персонал. Смысл в том, что если человек берёт там напиток, не выпивает его, забирает с собой, получается идея, что количество тех, кто купил там, и количество оставшихся напитков в автомате, оно не равно количеству мусора, который выкидывается. Потому что урны примерно, как ни странно, подсчитаны для того, чтобы туда можно было выкинуть все напитки, которые купят в этом автомате, до тех пор, пока его придётся перезаправлять. Но поскольку этим урнами пользуются также все проходящие мимо, что тоже, как бы, это идеально неправильно с точки зрения Японии, то получается, что заполняемость урн не зависит от того, как к ним быстро приедет товарищ и их заберёт. Да, это неправильно. Ну, как, ничего не поделаешь тоже, к сожалению. Да, российское посольство. Значит, автобусов там столько, полицейских, нагдано всегда. Давайте это раз и навсегда поймём. Их там всегда столько. Вообще, около любого посольства, я не знаю зачем, там всегда нагдано, особенно вот, я не знаю, таких стран, как Россия или США, там всегда нагдано столько автобусов. Что они там делают, я не знаю. Но это, то, что он показывает на 6.20, совершенно нормально. Режимы работы зданий на 6.45. Ну да, здание открыто с 7.45, что такого? Это вполне конкретный режим работы. То есть, люди работают от и до. Это конкретно японская пунктуальность, вот та самая, о которой все так говорят. То есть, если написано, что здание работает с 7.45, оно работает с 7.45. Почему не с 8 часов? Да потому что люди хотят более удобства предоставить другим. Вот и всё. По поводу закрытия перехода, то же самое. Ну, потому что люди приходят, у них всё рассчитано. Конкретно вот это вот место, которое он показывает, я посмотрел, это место принадлежит бизнес-центру. Ну, или, хорошо, комплексу зданий, в котором оно находится. У них есть вполне конкретный режим работы, есть вполне конкретные люди, которые это обслуживают, есть вполне конкретные люди, которые там охранники работают, всё такое прочее. Если им и режим работы там рассчитан на то, что, то есть на поток людей, которые там будут проходить, не возникает в России претензий, когда бизнесы и бизнес-центры вообще не дают пройти через свою территорию. И, собственно говоря, дальнейший наезд на японские режимы работы по поводу негранулярности часа времени, он происходит точно от того же. Японцы своё время планируют, они умеют это делать. Это сделано для того, чтобы людям было удобнее планировать своё время и выгоднее, опять же. То есть на тех же самых парковках, чтобы это было выгоднее людям. Это просто разный, это тот самый разный менталитет. Это тот самый, как это, загадочная японская душа. Это вот это оно. Это неплохо. Это просто другой подход. Дальнейший тоже самое. То есть на 7.50 переход, работающий с 6.30. Потому что это то же самое место. Я не знаю его претензии по поводу заборчиков. Ну, если обычный заборчик на 10.05, ну, это забор, чё? Ну, там нужно было сделать загаду, чтобы люди не переходили, не перебегали дорогу там. Ну, её поставили там, ну, что такого? То есть, что лучше, её отсутствие там? Я вот просто не понимаю. Не знаю, ну, вот честно, мне это выглядит высосанным из палец претензий. Вот, значит, дальше на 10.30 по поводу велодорожек. Совершенно отдельная тема. Значит, согласно ПДД японскому, велосипедисты обязаны ездить по велодорожке. Там это написано. Также они обязаны ездить в отсутствии велодорожек по проезжей части. Собственно, нарисовав велодорожку на проезжей части, они таким образом воспитывают людей, что там нужно ездить по дороге, не по тротуару. Проблема в том, что это изменение в ПДД было принято не очень давно. И до этого существовал порядок, по которому в качестве исключения, которое действовало там, не помню, 30 или 40 лет, разрешалось ездить по тротуару. Можно начать с того, что банальные все японцы вообще знают, что это изменение в ПДД было принято. И, к сожалению, полицейские это изменение не очень-то... за ним не очень следят. Вот, да, он сам говорит, что они привыкли ездить по тротуару. Но, в целом, я хочу сказать, что... Опять же, я не защищаю японцев, я скажу, что я их не защищаю, потому что они, в целом, имеют крайне низкую культуру езды на велосипеде. Крайне низкую. Езда по встречке, по тротуарам, по самым узким местам на велосипеде совершенно нормальное явление. И, да, это очень удручает. Но не воспитали еще, к сожалению. Не воспитали культуру. Вот, да, ну, надо понимать, что все те люди, которые ездят по тротуару при наличии велодорожки, явном наличии, они нарушают. Но, с другой стороны, допустим, в Йогагаме, когда я жил, я про это, может быть, уже рассказывал, решили проблему езды по тротуарам очень просто. Городские власти просто повесили над всеми тротуарами табличку «Велопешеходная дорожка – приоритет пешеходов». Таким образом, легализовав езду по тротуарам. Могут они так сделать? Ну, наверное, могут. Потому что все в рамках ПДД, в таком случае, все законно. В Токио такого я не видел. Но, опять же, то есть, если вы будете ездить в Японию по тротуару, то вы будете, вы не можете, как в России, всем сигналом и звонком распугивать пешеходов. Не имеете права. А при езде по дороге водители не имеют вам права сигналить из-за того, что вы ей там ими мешаете. То есть за все, за больше, чем два года езды по дорогам в Японию мне сигналили только вот пару раз, и то за дело. То есть в остальное время я могу плестись как угодно, никто мне возмущение не выкажет и ничего не скажет, потому что я имею на это полное право с точки зрения ПДД. Вот. Дальше он на 11 минут ровно рассуждает по поводу, почему в Японии нет велодорожек. Потому что они там не нужны. По ПДД они там не нужны. Любой велосипедист имеет право ехать по дороге при ее наличии. Точка. Все. Это безопасно, это правильно, это законно. Поэтому велодорожки в Японии, ну, по факту, не нужны. Да, на 11-20 он рассуждает о том, что нет места для велодорожек. Это правда. Это чистая правда. Во многих тротуарах нет места для велодорожек. Но опять же, если есть дорога, по которой вы можете совершенно спокойно, законно ехать, вы по ней обязаны ехать. Зачем велодорожка нужна? Да, вот. Потом он сам говорит, что люди должны ездить по тротуару, они должны распугиваться. Все правильно. Так и должно быть. Ну, поскольку... Ну, есть. Ну, есть разрыв между тем, что законно и тем, что положено, и поведением людей. Он есть. В России, что ли, его нет? Значит, мне непонятно, почему я ненавижу Японию, и в ролике, почему я ненавижу Японию, дается показ очереди в ресторан. Ну, это нормально. То есть, я, может быть, да, это повод, чтобы ненавидеть Японию, конечно. Если ресторан хороший, там вкусно готовят, туда все хотят пойти, это нормально. Я не понимаю совершенно претензий к этому случаю в данный момент. Люди совершенно... Причем они совершенно спокойно стоят в очереди. Ну, японцы умеют стоять в очереди. Да, ну так вот, опять же, у каждого ресторана на 13.07 есть у каждого ресторана ленточки, чтобы они сидели. Это плохо, что ли? Я вот не пойму. То есть, это повод ненавидеть Японию, что у каждого ресторана есть хорошо организованная очередь? Не знаю, как-то непоследовательно. На 13.45 зебра там не нарисована, потому что там, видимо, перекресток, на котором, если давать время переходить людям, пешеходам, там будет совсем затор. Поэтому там просто взяли и сделали подземный переход. Ничего не поделаешь. Хотя могли сделать и надземный, я не спорю. На 14.30 начинается рассматривать по поводу того, что значит заброшенные дома, земля и так далее. Закон Японии не позволяет взять и изъять землю. Просто взять и изъять. Собственник земли ее должен, может только продать. Ну, то есть, передать добровольно он ее может. Однако, если собственник земли здесь, он не упоминает о том, что почему еще люди держат дома заброшенные на земле своей? Потому что если ты имеешь землю и на ней нет дома, то налог на эту землю будет значительно выше, в разы. А если у тебя там стоит дом любой, в любом состоянии, то налог там будет ниже. Это исключительно финансовый интерес. То есть, ты, конечно, будешь должен сейчас налог за дом платить, но все равно в итоге это будет гораздо меньше, чем держать тебе просто кусок земли в собственности. Ничего с ним не делать. Да, на 14.40 он говорит, что даже сам в центре Токио. В том-то и дело, что для Японии нет разницы, где находится земля. Это собственность частная. Пускай она хоть в центре Токио находится, хоть на самом задворке, на самом задворке только Японии она будет находиться. Право одинаковое. Право частной собственности одинаково и неприкосновенно везде. Это плохо, что ли, что закон соблюдается точно так же в центре Токио, как он соблюдается в деревне на Хоккайдо? Не понимаю, в чем претензия есть. Это же хорошо, что закон соблюдается, что все работает, как должно работать. Чисто для понимания ситуации, на 15.30 магнитики, к которой записочку прикрепляют, это на записочке написан адрес этого места. И, значит, контора там написана. То есть в случае, если, поскольку они не работают, опять же, поскольку они закрыты, и поскольку там работы ведутся, но все равно там может почта прикрепить, поскольку почту можно прикрепить, типа не просто вот на адрес. Там висит записочка о том, что если корреспонденция вот к этим предприятиям пришла на этот адрес, то в этот ящик ее опускайте. Для почтальона, собственно. Да, иначе, если не придираться к мелочам, то не сделаешь сюжет о плохой Японии. Я вот не люблю, когда контент из пальца высасывают. Я это ненавижу. Это очень плохой подход к созданию YouTube-контента и вообще любого контента. Как ни странно, у меня ролик получился длиннее, чем изначальный ролик господина Варламова, но это значение не имеет, поскольку здесь всегда так происходит. И, собственно, на этом данный сюжет, я считаю, законченным. Опять же, никого не призываю ничего смотреть, не буду давать никаких ссылок ни на что, желающие все сами найдут. И, да, на этом я думаю, что до скорого. С вами был Джейсинг. Субтитры подогнал «Симон»!